Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от отрывка из послания к римлянам, 3 глава, 22-23 стих, мы зададимся вопросом «Почему между нами нет различия?» Действительно, согласитесь, интересный вопрос, ведь даже среди спасенных мы видим некие различия, преподобные, священно иноки, святители, мученики и так далее. Ну а что же говорить о падших? Тоже есть разные состояния, и в целом отцы даже говорят, что одни люди духовные, другие люди душевные, третьи – плотские. Но почему Писание говорит, что нет различия? Попробуем разобраться. Прежде всего, прочитаем этот отрывок послания к римлянам, 3 глава, 22-23 стих. «Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией». Вот здесь говорится о том, что Бог заключил всех нас в непослушание греха, чтобы всех и помиловать. Но при этом мы знаем, что Бог не хочет спасать нас без нас, как учат отцы церкви, и от нас требуется, чтобы мы с благодарностью приняли вот эту жизнь, которая нам даруется во Христе, не просто жизнь, а жизнь с избытком, которая, начавшись в этой временной жизни, не будет прекращена никогда и в вечности. И давайте посмотрим, что пишет апостол Павел. Это 3 глава, с 9 по 20 стих. Почему между нами нету различия? Он сначала задается вопросом. «Итак, что же, имеем ли мы преимущество?» Нисколько. «Ибо мы уже доказали, что как иудеи, тогда под словом иудеи понимались верующие, так и эллины, эллины под ними понимались неверующие, все под грехом, как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного, горта них открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их, то есть на путях верующих и неверующих, они не знают пути мира, нет страха Божия пред глазами их, но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом, потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Итак, апостол Павел пишет, что все согрешили, все лишены правды Божьей, никто не может исполнять закон, и одна из функций закона, ибо законом познается грех. Что это значит? Закон, на чем настаивается в Новом Завете, это как зеркало, которое обнаруживает наше настоящее состояние. И, как я часто говорю, все мы хорошо замаскированные грешники, но в глазах Бога мы все абсолютно прозрачны. О Господе сказано, что Он даже в ангелах Своих усматривает недостатки. Что же говорить о людях, созданных из праха земного? Поэтому между нами нет различия, потому что даже наши добрые дела содержат в себе некую порочность. Мы их можем совершать ради гордыни, самопреузношения, не только пред людьми, даже перед самим собою. Такое чувство тоже может быть обнаружено, даже в сердце верующего человека. Поэтому, оказавшись все в одном положении, мы должны искать спасение в Боге и с Богом. Святитель Илари Пиктовийский пишет, «Ибо эти дела праведности не были бы достаточны для того, чтобы заслужить совершенное блаженство. Если бы милость Божия не игнорировала в этой нашей воле к праведности все несовершенство человеческих изменений и побуждений». Итак, да пребудем упованием на милость Божию во веки веков. «Действительно, как можно делами нашей праведности, считая их достаточными, заслужить вечное спасение? Ибо ценой временной жизни обрести жизнь вечную невозможно. Ценой тленной жизни, даже всецело посвященной Богу, обрести жизнь нетленную невозможно. Ценой жизни на земле, жизнь на небесах – это несоизмеримые вещи». И святитель Илари Пиктовийский здесь совершенно прав. А вот что пишет святитель Василий Великий, «Ибо вечный покой ожидает праведно боровшихся в этой жизни не ради заслуг их дел, но по благодати милостивейшего Бога, на которого они уповали». То есть даже те подвижники, которые боролись, как апостол Павел пишет, «Наша брань не против крови и плоти, а против сил злобы поднебесной». И они спаслись только по милости Божьей. Блаженный Августин замечает, «Вы можете провозглашать, что древние праведники обладали огромной праведностью, но все же их спасла только вера в посредника, излившего свою кровь в оставление грехов». Святитель Григорий Богослов пишет, «Наш праведный заступник защищает нас, как праведных на суде, потому что мы осознаем себя неправедными и осуждаем себя как таковых, так доверимся же не нашим делам, но тому, что у нас есть заступник». И апостол Павел пишет, «Един ходатай, един посредник между Богом и человеками человек Христос Иисус». Святитель Григорий Великий, Папа Римский, восклицает, «Если он, Бог, станет смотреть и на неправедность избранных, то кто устоит? Услышьте, что святой и избранный муж сказал Богу, «Ты снял с меня вину греха моего, зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, потому даже святым необходимо молиться о своих грехах и о том, чтобы спастись по милости, не полагаясь на свою праведность, ибо все согрешили и нуждаются в милости Божией». И завершая ответы на данный вопрос, мы прочитаем прекрасное восклицание, восклицание, высказывание, если хотите, гимн святителя Амбросия Медиаланского. Вот его слова. «Я буду хвалиться не потому, что праведен, а потому, что искуплен. Я буду хвалиться не потому, что свободен от грехов, а потому, что мои грехи прощены. Я буду хвалиться не потому, что творил добро и не потому, что кто-то другой сотворил добро мне, но потому, что Христос мой заступник пред Отцом, и потому, что кровь Христова излита за меня. Аминь. Итак, сегодня, братья и сестры, мы рассмотрели очень важный вопрос, почему в глазах Бога мы все как бы в одинаковом состоянии, потому, что мы все нуждаемся в одном источнике спасения. Это Бога-человек, Христос Иисус, который соединяет в себе самом божественное и человеческое, земное и небесное. Ибо, как учат святые отцы, истинный посредник между Богом и людьми должен быть и Богом, и человеком одновременно. И таковым является Господь наш, Бог и человек, Христос Иисус. Друзья, подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok